Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Наряду с общими карантинными мерами в области вводятся и локальные карантины. Если ЖК «Асларман» в Карасайском районе, где были зафиксированы два факта заболевания, уже прошел этот порог, то в Инбекшиказахском районе пришлось локализовать сразу четыре дачных массива. Подобная же мера внедрена и в Кербулакском районе, где буквально вчера выявили пять случаев и на карантин закрыли поселок Саразек. С каждым новым фактом работы у властей региона становится все больше. Задача удержания вируса в рамках очага и нераспространения его на новые территории, хоть и становится сложнее, но выполнимо, отметил Акимобласти в ходе видеоконференц-связи с регионами. Акимом районов и ответственным областным ведомствам глава области дал ряд поручений. Касаются они сдерживания цен на основные продукты питания, реализации дорожной карты занятости, весенней пассивной, профилактических мероприятий против коронавируса. Впрочем, смотрите сами. Период сложный, но трудности преодолимы. Главное – концентрация внимания ответственных ведомств и поддержка населения, отметил Акимобласти в ходе видеоконференций с регионами, особенно категории социально уязвимых. Каждый сельский Аким, каждый Аким района должен у себя знать таких людей и оказывать им своевременную поддержку. Составлять списки таких людей, кто нуждается вместе с партией Наратан. Вместе работайте в этом плане. Несмотря на мобильную изоляцию первых инфицированных в прошлом месяце, на сегодня в области уже около 40 зараженных COVID-19. Основное количество их пришлось на Инбекши-Казахский район, где было выявлено сразу 9 человек, проживающих в дачных массивах. Таким образом, территория четырех дачных сообществ объявлена карантинной зоной с повышенными мерами безопасности. Однако шествующая по всему миру болезнь полной локализации не поддается. Теперь локальный карантин объявлен и в поселке Саразек Кирбулакского района. Мы ограничили выезды. Вместе поселок? Поселок сам Саразек. Ну, в случаях уже целая семья его ограничили полностью. Еще у нас на обследовании несколько человек. Сейчас анализ. Вот за сутки 170 человек еще пропустили через тесты. Контактных всех выявили, но работа еще продолжается. Как доложились акимы регионов, где имеют место очаги заражения, усиливаются работы по дезинфекции. А каждая улица и места общественного пользования, такие как магазины, аптеки и прилегающая территория, обрабатываются дезрастворами дважды в день. Днем проводите, днем, до обеда и после обеда. Надо полностью эти работы проводить, постоянно проводить. И чтобы люди дома сидели. От вас, от акимов, от сельских акимов зависит. Это серьезнейший вопрос. Однако борьба с коронавирусом вовсе не означает, что все остальные дела заброшены в дальний угол. По плану идет строительство жилья и социальных объектов. Планируется реализовать 977 проектов. 82 заявки уже определились с госзакупками. 52 будут поданы до 20 апреля. И 829 должны закончить конкурсы. Кроме того, в апреле-майе планируется ввести в эксплуатацию 13 многоэтажных домов. Все должно идти как положено и без срывов, отметила Кимобласти в сфере ЖКХ, строительства, дорожного строительства и, разумеется, сельского хозяйства. Земледельцам в этом году нужно освоить более миллиона гектаров пассивных площадей, 16 тысяч из которых отведены под сахарную свеклу. По приоритетной культуре выведена региональная формула, придерживаясь которой в этом году планируется получить порядка 60 тысяч тонн стратегически важного продукта – свекловичного сахара. Около тысячи гектар на сегодня посеяно, но до 15-го, до 20-го мая мы должны пассивную по сахарной свекле закончить. В этом году планируем получить из 16 по 400 центров урожая и на заводы должны получить 650 тонн валового сбора урожая. Из них должно быть на заводы поступить 550 тысяч тонн. В принципе, все предпосылки есть, с семенами обеспечены, ГСМ обеспечены, удобрений получают, субсидии на все виды удобрений, гербициды, воду, семена, утвержденные Министерством сельского хозяйства, все уже рассмотрено и уже начали получать крестьяне субсидии. Все необходимые меры для своевременной реализации поставленных задач приняты, и контроль по ним, по словам участников совещания, будет осуществляться систематически. Более 200 граждан Алматинской области привлечены к ответственности за нарушение режима карантина. Такой информацией с представителями СМИ на брифинге поделился главный санврач области. Вместе с руководителем управления здравоохранения они рассказали о ситуации с коронавирусом в нашем регионе. Несмотря на введенные карантинные меры, жители области все еще не осознают серьезной ситуации. Люди по сей день продолжают без каких-либо причин гулять на улице или посещать родственников. Соответственно, это повлекло за собой серьезные последствия. Жители края оштрафованы почти на 5 миллионов тенге. Карантин есть, сидеть надо дома, как можно меньше общаться. Организациям, руководителям предприятий 70% населения, ройс работников должны отпустить на удаленную работу. Чем жестче мы будем соблюдать, правильно соблюдать режим карантина, чем раньше прорвется цепь инфекции, вернемся к обычной жизни. Последствия халатного отношения к карантинным мерам увеличило число зараженных коронавирусной инфекцией в Алматинской области. Очаг выявлен на днях еще в одном регионе – Кирбулакском. Сейчас административный центр в поселке Саразек полностью закрыли на карантин. Запрещен выход жителей из домов за исключением похода за продуктами питания, медикаментами и другими предметами первой необходимости. Но только одному человеку из каждого дома. Пациенты, которые получают лечение, у них состояние удовлетворительное. Лечение получают согласно алгоритму, то есть переносят хорошо. Вот последние, сегодня мы их госпитализируем, то есть явных признаков того, что у них состояние тяжелое, не было сообщений. То есть у них тоже состояние удовлетворительное. Рост статистики породил и появление фейковой информации. Буквально каждый час в Казнете появляются сотни публикаций о новых зараженных на территории Алматинской области. Конечно же, большая часть из них не соответствует действительности. Ответственные лица просят граждан доверять лишь официальным источникам. Хотелось бы попросить всех жителей Алматинской области верить только достоверной информацией, которая распространяется через официальный аккаунт Акимов и Акиматов Алматинской области, также районов и городов. Также все брифинги проводятся у нас на площадке. Мы всегда распространяем только достоверную информацию. Азаджу Маханов, Жаслан Шенкенжи, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. Банки второго уровня и их отделения в регионах перешли на дистанционные сервисы обслуживания. Напомним, по указу главы государства, терпящим убытки предпринимателям малого и среднего бизнеса будет оказана помощь. На льготные кредитования выделено более 600 миллиардов тенге. Банковское вознаграждение по которым предусматривает не более 8% годовых сроком до 12 месяцев. Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца. Получить поддержку могут только предприниматели, оказавшиеся в трудном положении. Кредиты выдают 13 банков страны. Будет проверяться агентством финансового регулирования развития. Они будут ежемесячно проводить контроль целевого использования данного кредита. Деньги нужно будет потратить на приобретение товаров, работу услуг оплаты, заработной платы, оплату налогов и других платежей. Я считаю, что эта помощь для субъектов малого и среднего предпринимательства будет очень кстати. Потому что в данный момент есть организации, которые получили большую для бизнеса сотрясение. В режиме ЧП Министерство внутренних дел применяет новые методы работы как с населением, так и внутри своих подразделений. К примеру, в этом году традиционная акция «Приемная на дорогах» проводится в режиме онлайн. Не отстают от технологий и службы ЧАЭС, которые проводят пожарно-тактические учения посредством селекторной и интернет-связи. Рассказывает Антон Хатиновский. В кризисном центре ДЧС Алматинской области внимание руководящего состава сосредоточено на главном мониторе в режиме онлайн. Здесь разбирают действия пожарных подразделений и алгоритм работы всех служб. Именно таким образом сейчас проводятся пожарно-тактические учения с районами области. Во время которых сотрудники выступают в роли должностных лиц на пожаре, начиная с начальников боевых участков и заканчивая руководителями тушения пожара. В ходе онлайн-учения каждое должностное лицо описывает свои действия. Схематически на экран выводится расстановка сил и средств с учетом их пребывания по времени развития условного пожара. Такой формат учений позволяет всем подразделениям гарнизона области участвовать в их проведении в удаленном режиме, тем самым повышая свои теоретические знания. Также в режиме ВКС имеется возможность удаленно руководить, контролировать ходом ликвидации крупных пожаров и других видов чрезвычайных ситуаций. С выводом картинки, то есть ситуации с командой штабного автомобиля. Перешли на работу в онлайн-режиме и стражи порядка. Таким образом они намерены поддерживать связь с населением и помогать гражданам решать вопросы, связанные с полицией. Традиционная акция «Приемная на дороге» в этом году состоялась на интернет-просторах. В техническом плане в районах ее поддержали местные блогеры. С 17 по 18 апреля текущего года, согласно указаниям министра внутренних дел, проводится республика «Приемная на дороге». Отличительная черта от предыдущей акции, данное мероприятие проходит в онлайн-режиме. По интересующим вас вопросам вы можете узнать через социальные сети Департамента полиции Алматинской области, где вы можете задать свои вопросы, по ним вы получите исчерпывающие ответы. Антон Хатиновский при содействии Пресс-служб ДЧС и Департамента полиции Алматинской области. А мы продолжаем выпуск. Карантин не должен стать препятствием для новых урожаев и обеспечения продовольственной безопасности населения на будущий год. И в отличие от многих других организаций, работа дистанционно на сельхоз товаропроизводителей не распространяется. Потому сезон они начали вовремя, невзирая на пандемию и ограничение передвижения. Сегодня крестьяне – персоны номер один. Потому власти обеспечивают беспрепятственные перемещения техники и самих дружинников села через карантинные посты. Благодаря чему все работы начались и ведутся в строгом соответствии с планом. Наши корреспонденты вместе с земледельцами проехали через пост в Коксусский район, где на наглядном примере узнали, сколько урожая будет выращено местными аграриями в этом году. О проводимой весенней кампании с места событий расскажет мой коллега Дамир Анитов. 160 гектаров сладкого корнеплода намерен засеять опытный свекловод Калибек Алпспаев в текущем году. Это личный рекорд крестьянина. Начать весеннюю кампанию без эксцессов фермеру помогло государство. Удешевленные горюче-сматочные материалы, а также льготный кредит, стали хорошим подспорьем для земледельцев региона. Весенние полевые работы в нашем хозяйстве начались в конце марта. Мы уже успели засеять сою и кукурузу, а вот с сахарной свеклой пришлось чуть-чуть повременить. Несколько дней лил дождь, и начать посев сладкого корнеплода не представлялось возможным. К счастью, погода установилась, и мы смогли приступить к работе. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашему государству за поддержку в этот трудный период. Особенно хотелось бы отметить удешевление горюче-смазочных материалов. Покупка ГСМ – одна из самых затратных покупок в нашей профессии. Кроме того, при поддержке власти и области смог получить льготный кредит под 5%. Семена закуплены, техника работает, ГСМ предостаточно. Теперь дело за главным – правильный уход за полями. С одного гектара целеустремленный фермер планирует получить свыше 600 центнеров. Начало положено. Сахарная свекла является приоритетной культурой нашего региона. И в связи с этим мы с каждым годом увеличиваем площади этой культуры. Вот в прошлом году площадь составляла 9100, то в этом году мы планируем засеять на площади 2467 гектара. На сегодняшний день никаких проблем нет. В достаточном количестве заготовили горюче-смазочный материал по удощривленной цене. Через СПК ЖИТСУ и ТО «Хамкорлок» выбрали необходимый объем семян. Всего по району в текущем году будет засеяно около 32 тысяч гектаров. 10 тысяч отведено под зерновые и порядка 24 тысяч под масленичные и кормовые культуры. 2,5 тысяч займет приоритетное в регионе сахарное свекло. Дамир Анидов, Хайрат Кастурганов, Телеканал ЖИТСУ. Британцы жгут. Как минимум два десятка сотовых вышек королевствия пострадали от огня. Вандалы уничтожают оборудование, по мнению британских СМИ, из-за теории заговора, согласно которым 5G поможет распространению заразы или, как минимум, влияет на симптомы у заболевших COVID-19. Правда, по словам сотовых операторов, далеко не все уничтоженные устройства имеют хоть какое-нибудь отношение к технологии пятого поколения. Наблюдатели констатируют, что этот фейк часто встречается в соцсетях наряду с огромным множеством других теорий заговора. В условиях, когда опасность грозит всей планете, а люди в то же время стали проводить за экраном все больше времени, чем раньше, подобное было вполне ожидаемо. Для борьбы с коронавирусом и предотвращения новых эпидемий Еврокомиссия предлагает применять современные технологии. Так, определяя по мобильным телефонам граждан их местоположение и контакты, можно отслеживать распространение COVID-19. Разносчика инфекции могут также изолировать. По заказу Брюсселя ученые, техники и сотрудники спецслужб разработали систему общеевропейского отслеживания сближения людей с сохранением конфиденциальности. И специалисты надеются узнать все о перемещении по Европе COVID-19 еще до того, как будет создана против него вакцина. Защитники дикой природы сообщают, что власти Мальты, несмотря на карантинные меры, разрешили на три недели охоту на птиц. К примеру, там был нелегально застрелен болотный лунь. Мальтийские острова – это место отдыха птиц, пересекающих Средиземное море. Правительство страны отметило, что люди охотятся поодиночке на открытой местности и не заражают других. Но лицам старше 65 лет отказывают в выдаче лицензии, чтобы они оставались дома. Ветеринарный врач мальтийского правительства сообщил, что в течение нынешнего весеннего сезона охотники убивают в среднем одну птицу в день. Но организации защиты пернатух утверждают, что на самом деле это количество гораздо больше. Акции добра поддерживают и многие другие. Свою однодневную заработную плату пожертвовали сотрудники ветеринарной станции из Кельдинского района на помощь 20 нуждающимся семьям региона. Это наша посильная помощь соотечественникам в это сложное время, говорят они. Рис, макароны, крупа, подсолнечное масло и многое другое. Одним словом, все самое необходимое. Вес одной коробки почти 15 килограммов, придерживаясь всех санитарных правил и используя средства индивидуальной защиты, сотрудники местной ветстанции развезли продукты малоимущим семьям района. Одна из них, Айнур Ахметова, живет в этом обветшалом доме с мужем. Детей нет, но семья в сложном положении. Супруг по воле судьбы стал инвалидом. В этот сложный период помощь именно в виде продуктов первой необходимости – хорошая поддержка, признается женщина, поскольку основной груз забот лег на ее плечи. Огромное вам спасибо. Спасибо за вашу помощь, за вашу отзывчивость, за то, что вы рядом с нами. В этот сложный период для страны поддержка очень важна и необходима для нас. Дай Аллах, мы переживем и эти трудные времена. Каждый из получателей помощи с улыбкой на лице встречал организаторов благотворительной акции. Каждому получателю помощь оказалась весьма кстати. В это сложное время, когда весь мир борется с пандемией, просто необходимо помогать тем, кому эта помощь нужна. И мы не остались в стороне и хотели оказать поддержку нашим землякам. Для нас было важно принять участие в этой акции «Добра» и нести свой клад в общее дело. Только мы вместе выйдем в победительное противостояние с коронавирусом. На сегодня в ветеринарной станции Яскельдинского района работает более 70 человек. Однодневный заработок они намерены отдать на благотворительность и в последующие месяцы. Теперь у них в планах охватить еще больше семей, которые сейчас, как никогда, нуждаются в помощи. Азад Жумаханов, Жаслан Шенкенжи, телекомпания «ЖТСО» из Искельдинского района. В спорте жизнь. Шестикратный чемпион мира по гиревому спорту и второй в Казахстане обладатель золотой гири, дважды установивший мировой рекорд среди ветеранов Жумахан Кузбаев, начал проводить тренировки дома. Чтобы не потерять свою физическую форму, тяжелоатлет ежедневно занимается со спортивными снарядами от 16 до 32 килограммов. Он преследует одну цель – превзойти свой прежний результат. Жумахан Кузбаев – атлет железной воли к победе. За свою спортивную карьеру он добился таких результатов, о которых многие профессионалы могут только мечтать. За 10 минут на чемпионате мира в Латвии он поднял две 16-килограммовые гири 107 раз. На первом первенстве в России рекордсмен задал еще одну планку, подняв за 60 минут 24-килограммовую гирю 1300 раз. Это достижение получило наивысшую оценку в гиревом спорте. Однако сейчас в условиях пандемии зал, где тренировался атлет, закрыли, как и другие спортивные объекты. Однако это весь не остановило ветерана спорта. Ведь готовиться к разным по уровню чемпионатам нужно, и потому терять форму нельзя. В дальнейшем, если чемпионат мира, карантин закончится, поедем к чемпионату мира. Планируем, осенью планируем Южную Корею, город Сеул. Надеюсь, в седьмой раз буду чемпионом мира. Готовлюсь утром, каждый день утром, и два раза неделю вечером тренируюсь дома. На своем примере Жумахан Кузбаев хочет сказать подрастающему поколению, что спортом заниматься можно в любом возрасте и в любых условиях. Было бы желание. Однако в любом деле, в том числе и спорте, должны быть преемники и последователи. Потому желающим спортсменам планируют давать онлайн-мастер-классы. Субтитры создавал DimaTorzok